Увы, без атаки. Причем не затруднили ничем бразильянкам собственную их атаку и пушечный удар. Жаклин 2-0. Вот только вот не пугаться этого карнавала. Сейчас будут бегать, метаться бразильянки. Ничего страшного. Не такие матчи мы вытаскивали. 2-0 это еще пока только начало сета. Сейчас справиться с приемом очень важно. Молодец Крючкова, Гамова. Здорово выполняет свой маневр. Пушечная атака 4 по 4. 2-1. Наша команда набирает первое очко в пятом сете. Мария Бородакова отправляется подавать. Вот ту бы подачу, которую в четвертой партии у нас получалось выполнить. Оставить соперников без первого темпа и пусть придумывают, что хотят. Вот сейчас так, например. Гамова будет атаковать в нашей команде. 2-2. Молодцы, девчонки сразу же достали соперника. Вот то, что нужно. Без первого темпа. Подняли мяч в защите и довели до Гамовой. Такая, знаете, универсальная рецепт для сегодняшнего матча пока получается для нашей команды. 2-2. Вот неплохо летит мяч у Бородаковой. Шейла закручивает она эти мячи. Их надо, конечно, немножко стараться прикрывать корпусом. Но сложно это сделать. Быстро очень сбивает. 3-2. Я думаю, что Гамовой и Шейла мы будем в атаке видеть в этой партии очень много. Вот это коварная подача Шейлы. Сработал самый неподходящий момент. 4-2. Вот такими рывками небольшими пока начинается пятый сет в финальном матче. Хороший первый темп. Рискнули, да, иначе это не назовешь. Все-таки игра с центральным – это всегда определенный риск пятой партии. Тут цена ошибки совсем другая. И 4-3. И 4-3. Соколова на подаче. Ага, Фабиану закрывает Гамова один в один. Вот это момент интересный. Интересный, важный. Видите, немножко Соколова упростила подачу. Не уверена она в той силовой, которая у нее была в начале игры. Сейчас надежность решила добавить наша опытная волейболистка. Это помогло нам сравнять в счет. А сейчас силовая попробуется. И вновь через Фабиану. То и уже не так уютно. Будет у Гамовой шанс. Ну, Катя, помочь? Ну, как же так? Вы не должны такие мячи падать. Долго мяч летит. Немножко, наверное, Старцеву смутило то, что Соколова пыталась сыграть этот мяч. 5-4. Ничего страшного. Продолжаем бороться. Не отпускать, не отпускать. Сейчас главное соперник вперед. Забить все не вперед. Забить все невозможно. Мы это понимаем. Кошелева. Очень нужный мяч. Очень нужный мяч. Забивает из четвертой зоны. 5-5. Не должно быть спокойно бразильянкам. От всех игроков они должны эту угрозу ощущать. Тогда это будет, конечно же, иметь смысл другой. Гамова. Неудачный принимает. Заклинуло. Вот ее закрывать не проходит как-то по ходу. Не самой удобной передачи. Жалко. Момент был. 6-5. Сейчас надо сновь отбиваться. Фобиана на подаче. Два принимающих сборной России. Вот Соколова сейчас пытается загружать. Справляется она. Кошелева. Не было там касания блока, к сожалению. Это плюс 2 дает нашему сопернику. 7-5. Сложный момент. Вот эти две расстановки, где не лучшие минуты мы в этом матче переживали. Сейчас как раз у нас и происходят. И опять же, есть вариант паснуть на заднюю линию Гамовой. Но сколько же она может все выигрывать-то? Сами понимаете, соперники тоже все прекрасно знают. И тем не менее. Ну вот отбились. Вроде бы теперь бы забить. Нет. Цепляют. Кошелева все. И закрываем Жакли. Ну хоть так. Хоть так. Забить не можем. Хоть так сдвинемся. Ну понятно. Там сложно молодому игроку сейчас. Такая цена каждой атаки. Там, по-моему, Гамов сейчас заговаривает буквально партнеров. Может быть, привечает и фортуну. Но надо. Надо нам, чтобы немножко повезло в этом матче. 7-6. Что, попадает? Нет? Или попадает? Арбитр нам отдаёт мяч. Это как раз был жест флаговому. Мол, не шали. Я говорил, что всё-таки небольшая симпатия со стороны японцев. Относительно бразильцев ощущается. Мяч был за 7-7. Ошибается Жаклин. Шейла, прошу прощения. Никто-нибудь игрок сверхнадёжный. Хорошо летит подальше у Перепёлкиной. Таиса за головой. Нет. Всё-таки успевают организовать атаку бразильянки. 8-7. Смена сторон. Равная абсолютно борьба и в этом пятом сете. Может быть, какой-то своеобразный момент истины сейчас наступает. Вот сняться в этой расстановке для нас крайне важно сразу. Пока смена сторон. Сейчас проверят орбитры расстановки. На подаче Фабиола. У нас на линии Кошелева-Бородакова. Мы будем смотреть. Упростила, упростила Фабиола подачу. Сразу бы играем быстро. И не успевает. Даже Бог за этой атакой Гамо, которую, в принципе, можно было бы и предположить. Ну вот добралась до передней линии Соколова. Может, чуть полегче будет. Сейчас Кошелева. 8-8. Кошелева на подаче. Аут. Да, бразильянки ошибаются. Ваут атакует кто? Шейла атакует Ваут. Вторая ошибка великой диагональной бразильской. 9-8. Нервы ни у кого не железные. Тут, не знаю, тут и говорить-то трудно. И вновь Таиса. Вот заиграли ее к концу матча ближе. Для нас это немножко неожиданно. Но тут все от подачи зависит. Первый темп-то можно исключить хорошей подачей. Конечно, там подстраховываются, перестраховываются. Сейчас игроки попроще подают. Это все понятно. Леся Махно появилась у нас на задней линии. 9-9. И вновь через Гаму. Вновь Катя блестяще атакует. 10-9. Сейчас уже все идет к тому, выдержит она эту атаку, эту нагрузку или нет. Ну, с психологией у нее все в полном порядке. Там в обороне-то стоят люди. Сумасшедшие реакции. И вот в чем дело. Может, где-то и везение нам необходимо сейчас. Старцева на подаче. Ну, смягчили. Смягчили, надо атаковать. Ближнему Соколовой. Люба рискует. Браво под заднюю лизию. Очень нужный мяч. 11-9. Кстати, ни одного перерыва тренерского пока еще не взято. Это я уже говорю во прошедшем числе. Потому что Геморрайш, естественно, не мог на это реагировать. Впервые в пятом сете сборной России на два очка выходит вперед. Мы весь сет догоняли, догоняли, терпели. Сейчас посмотрим, как в этой ситуации бразильянки будут смотреться. Хотя, конечно, нас больше собственная игра сейчас волнует. Плюс два в конце, вы сами понимаете. Эту арифметику не надо расшифровывать. Сыграя надежно в съеме, подержи. Но это об этом говорить теперь хорошо, а делать-то как все это сложно. Растянется эта концовка. Тайм-аутов тренерских еще три. Два из них у Владимира Кузюткина. Продавил Старцева. Отыгрывает очко бразильянки. Наталья так глубоко была эта передача к антене. Не успел наш центр так широко пройти. Сейчас, видите, она вот так выкрутила с четвертого по четвертому. 11-10. Неприятная подача Таисы нас сейчас ожидает. Видим, как трудно Люды Соколовой с ней справляться. Гамова, браво! Это так прошивает этот блок, как будто там никого и не было. А был бы кто, это действительно было бы больно. Я тут уж не позавидуешь оказаться в этом месте кому-либо из игроков. 12-10. Мария Бардакова вводит мяч в игру. Неплохо. Но все-таки рискует бразильянка с Фабианой. Высоты у нее хватает, чтобы переиграть Перепелкину. 12-11. И вот подача Шейлы. Сейчас момент, наверное, едва ли не ключевой в этом матче. Самый, наверное, трудный для приема подачи у бразильянок. И полное внимание. Молодец. Крючкова очень здорово доводит. Забегание! Соколова! Браво! Два очка отделяет нашу команду от победы в этом матче. Но как же они далеки. Возвращается на переднюю линию Кошелева. Вот сейчас еще по Кагамовой сетке. Там потом, кажется, одни необстреляны игроки. И всего два очка. Ну, рискни. Наверное, можно рискнуть, Люба. Ну, блок. Нет, еще раз будет атаковать Наталья. Помочь, помочь. Можно помочь. Ну что, рискнет Катя? Браво! 14-11. 14-11. Тайм-аут Гимарраеша. Последний его шанс в этом матче. Три шанса у сборной России. Добрать решающее очко. И оставить титул чемпионов мира. И, собственно, больше говорить тут не о чем. То, как наши бились в этом матче. Чем бы он не завершился, они уже достойны самых восторженных оценок. Чем бы это все не закончилось. Но должна же быть и справедливость какая-то. Соколова. Не стала рисковать. Шанс для блока. Сама же в защите. Гамовы атаковать. Все! Сборная России чемпион мира. Браво великая команда, которая вытерпела, которая отстояла этот матч до конца. Которая сломила этих могучих бразильянок. Поздравляем все. Трудно говорить, вы понимаете. Поэтому, наверное, будет разумно еще раз поздравить наших девушек и завершить репортаж. С вами был комментатор Владимир Стеско. Всего доброго. Субтитры сделал DimaToram. Продолжение следует...